Неправомерное переопределение. Эту логическую ошибку еще называют метод шалтая-болтая, имея в виду персонажа из Алисы в Зазеркалье. Он говорит, когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше. Вопрос в том, подчинится ли оно вам, сказал Алиса. Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, сказал Шалтал-болтай. Вот в чем вопрос. Однако, суть данной ошибки не в приверженности керловского героя идеям философского номинализма и даже не в подспутном изменении значения слов, в этом случае бы мы имели дело с ошибкой подмена понятия. При переопределении по ходу дискуссии меняется объем того же самого понятия путем произвольного введения каких-то дополнительных признаков. Ну, например, некий ревнитель сестринского благочестия утверждает, христианки не ходят в джинсах. Ну, что вы возродят ему? Многие благочестивые жены носят джинсы? Настоящие христианки не ходят в джинсах. Тут же парирует бдительный блюстительный нрав. В результате появляется некое новое понятие. Настоящие христианки. И именно соответственно введенному критерию христианской аутентичности становится демаркационным признаком, разделяющих тех, кто вписывается в это понятие, и тех, кто оказывается за его пределами. В современной англоязычной литературе данная ошибка получила устойчивое название «не один истинный шотландец». Фабула, стоящая за этим, все та же. Утверждается, что «не один шотландец», дескать, не делает что-то определенное, не берет взяток, не боится пауков, не бьет жену, не ест манной каши и тому подобное. Тогда же в качестве опровержения этого тезиса упоминается некий шотландец, не вписывающийся в заданное условие, утверждающий заявляет «ни один истинный шотландец такого не делает». Комический эффект данной формулировки заключается в том, что в английском языке словосочетание «истинный шотландец» представляет собой идиоматическое выражение, означающее мужчину, который не носит нижнего белья под одеждой, но по аналогии с правилами ношения килта, традиционного одеяния шотландских горцев. Но, к слову сказать, насколько забавной не казалась бы нам данная традиция сегодня, именно эта шотландская хитрость и позволила англичанам в 1415 году на вражеской территории наголу разгромить в шестеро превосходящие их численностью силы противника под Азенкуром. Дело в том, что воюющие армии страдали от эпидемии дизентерии, и потому французам постоянно приходилось останавливаться и раздеваться, в то время как английские лучники вели обстрел противника безостановочно. Ну, впрочем, Шекспир, воспевший победу при Азенкуре в пламенной речи Генриха V, скромно умалчивает об этой существенной детали. Расхожий вариант данной логической ошибки таков. Ни один ученый не верит в библейское описание сотворения мира. Но позвольте, на сайте научно-аполитического центра приведен обширный список выдающихся ученых, веривших в библейское описание сотворения мира. Да, но ни один здравомыслящий ученый не верит в библейское описание сотворения мира. В результате за пределами категории здравомыслящие ученые оказываются и Бекон, и Коперник, и Ньютон, и Кеппер, и Галилей, и Паскаль, да и, по сути дела, все отцы-основатели современной науки.